Просто там разрисовали работу дрессировщика, там настолько, что чуть ли не это самое. Разведчики из кладбища прямо. К любой работе надо подходить с мозгами, допустим, дурака надо за токарный станок поставить, так он и там свою смерть найдет, понимаете? Пойдем, Сима. Сима, пойдем. Да. Давай, давай, Симоша. Да, да, да. Вот и все, молодец. Стой. В смысле, а как страховку можно придать? Не знаю. А дрессировщики все без страховки вот так работают? А какая может быть страховка? Бронежилет надеть? Нету такой никакой страховки. Усы лапы и хвост, вот мои документы, да? Все уверены, что есть бронзбойты хотя бы или еще что-то такое? Да, это самое. Когда нас спросили за бронзбойты, я говорю, у меня даже людей нету, кто на бронзбойдах стоит. Она говорит, мы своих людей дадим. Я говорю, ну ставьте, мне какая разница. Они поставили, она говорит, проведи им инструктаж. Я говорю, какой инструктаж? Я говорю, никогда не пользовались этим. Она говорит, ну проведи. Я говорю, пацаны, чтоб не случилось, воду не включать. Понятно? Понятно. Все. Как это не включать? Ну, потому что мы не знаем даже, как им пользоваться. Не было такого. Мы 12 лет проработали в Шапито. Откуда бронзбойды в Шапито будут? Ну, все-таки дикий зверь, инстинкты. Значит, надо бы контакт найти, наладить этот контакт. Вот эти мифы постоянные, там, животных убивают в цирках, там, не знаю, и жгут, и что только они делают. Я говорю, послушаю, блин, думаю, боже, если бы так вот, не знаю, живые эти люди, которые бьют этих зверей или нет. Он лишь ответку пойдет, и он ответит по-серьезному. Ну, там, когда-никогда вот этот короткий стек, там, какой-то кинул, там, шуганул, да, там, по лапам, чтоб поторопил на тумбу. Там, все на мясе, все уговариваешь, 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 там, воздух зажимая, нарычит, там, допустим, там, ее прижимают, прижимают, на место села, успокаивают, хвалят. Вот и вся дрессура. Молодцы. Молодец. Молодец. Иди ко мне, иди. Что? Что? Девка. Девка. Счастливая ты, да? Ну, там, чтобы их били-то, это дебилизм. Мне интересно, а как бить, допустим, касатку, да? Она же тоже дрессирована, как ее бить? Голодом морят. А как голодом ее морить, если дрессировщик вместе с ней плавает? Она же его сожрет. Слона. Как слона бить? Он же там в бомб ворота вынесет и в город уйдет. Еще и злопамятный, кстати, слон, да. Он через 20 лет отомстит. Были такие случаи. А правда, что если, например, зверь заболел, и его не берут на репетицию или на выступление, то он страдает? Очень сильно. У Бугримовой был случай, что Лев умер из-за того, что не выпустили в работу. Ей показалось, что он приболел. Она бы подсказала, пусть Цезарь сидит в клетке, без него отработаем. Она ушла, заиграла на манеже музыка. Он начал, короче, сразу же в сердце умер, остановка сердца. А у нас вот была Ника. Что-то мне показалось, что она приболела, и я попросил не выпускать ее. И я смотрю, пацаны, я аж работаю в клетке, а пацаны за клеткой суетятся, что-то туда-сюда бегают. Я говорю, что там, она Эркнику успокаивает. Короче говоря, пришел, у нее нос разбитый, пена со рта. Дышка такая ужасная. Наметалась я по вольеру, что это такое, что ее не выпустили. Поэтому мы, если что, теперь мы с тех пор выпускаем их в любом случае в клетку, в любом случае. А просто снимаем трюки там или еще что-то. Вот и все. Проблемы были всегда с детства с этими животными, потому что я приходил, приносил домой, мать не разрешала держать животных. Я постоянно то в тумбочку прятал, то щенка, то котенка принесу. Ну, в общем, не мог я без них. А когда уже стал взрослым, и как бы мать уже не указ была, я все равно завел себе собаку и работал водителем. И эта собака ездила со мной и в рейсы, и везде. И я от нее не отходил. И она от меня, и я от нее не отходил. Она человеческую речь понимала. Она выполняла то, что кинологи подходили ко мне, говорят, как можно было этому научить. Я говорю, потому что, говорю, я ее люблю, я с ней занимаюсь. Она, я не знаю, там, ну, просто все, что угодно. Допустим, кинул ключ, охраняй и ушел. Она будет часами там сидеть. Пойди вот туда вот, там барьер, перепрыгни и прийди сюда. Вот так человеческой речью. Она пошла, перепрыгнула и пришла. То есть пришел, встретил в городе друга. В бар заходим, пиво выпить. Ой, ребят, у нас с собакой нельзя. Ну, нельзя, нельзя. Вокруг шеи намотал поводок, пристегнул. Лаза, иди домой. Она пошла домой, соседи сидят. О, Аза пришла, дверь открыли. Она пришла в дверь, пошкрябалась, мать дверь открыла. То есть, ну, все понимала. Очень, постоянно она со мной была, везде. Все на халяву сожрал. У меня всегда жили с кошки, с собаки. Тигров никогда. Я их видел по телевизору и в зоопарке. В цирке я их даже ни разу не видел. Вот сколько я в цирк ходил, будучи ребенком, почему-то не попадались мне именно львы или тигры, чтобы я их увидел на манеже. Натянуло меня именно за ними ухаживать. Вот с этого все и началось. Я ухаживал за ними, кормил, чистил, следил за порядком. Если заболело, лечил. Ну, в общем, я был просто рабочим по уходу за животными. Потом, это уже выше стадия, идет ассистент, потом уже дрессировщик. Вот. И я, в принципе, если честно сказать, я в 12 ночи заходил. Я даже в гостиницу не ходил. Я в гримёрке оставался. У меня сил не было. Потому что в 6 утра у меня подъем. Сил раздеться не было. Куртку снял и бухнулся все. Увидели во мне, что я могу ассистировать, заходить в клетку. Потом дрессировщик часто уезжал, у него там, он еще руководитель программы был, поэтому он ездил на отчеты, на все на свете. Я начал уже проводить репетиции без него. В общем, все шло постепенно. Это в течение там 8 лет было. И я проводил репетиции. В один из дней он вообще позвонил. Сотовых телефонов тогда не было. Позвонили мне, сказали, что на вахту тебя зовут. Я думаю, кто бы меня там звал, кому я там нужен. Ну, подошел, взял трубку. Думаю, может, ошиблись. А нет, это действительно звонил он. Он говорит, я не успеваю. Одевай мой костюм. Выходи сегодня вместо меня. В зале аншлаг. Ну, и отменять этого нельзя. Я просто не успеваю. Я говорю, ну, вот так состоялся мой дебют. Я вышел в чужую клетку. В чужом костюме. С чужим аттракционом. Ну, а потом позже уже я захотел свой личный аттракцион. То есть я не хотел делать животных на заказ. Я хотел сделать так, как хочу этого я. Как мне видится это. В начале 2000-х, в 2000-м, я не знаю, ну, в общем-то, я купил себе первых животных. У меня был лев и львица. И все началось с них. Сначала мне казалось, что мне этого хватит. Потом мне стало неинтересно. Мне хотелось больше, лучше. Постепенно начал аттракцион разрастаться. Ну, и потом вышел уже на мировой уровень. Вот и все. Нарушение дистанции, во-первых, надо смотреть за этим. Во-вторых, надо наблюдать за самим зверем. В том плане, что... Как бы с ним можно договориться. Он показывает гнев, агрессию. И он не сразу бросается, он сначала предупреждает. Здесь нужно успокоить, поговорить, договориться. Пропустить даже трюк, может быть. Потом вернуться к нему. Но его можно успокоить. Бывает дрессировщик, что идет своим характером нахрапом. И здесь тоже ошибка. Зверь в любом случае сильнее. Если он разъяренный, это еще хуже. Вот. В общем-то, надо контролировать. Дисциплина должна быть в клетке. Обязательная дисциплина. То есть, исполнение трюка – место. Место у зверя – это спокойствие, покой и ничего более. Он сел на место, и его там надо похвалить. Там угостить можно чем-нибудь. То есть, это исполненное уже. Получал раны, травмы. Зашивали. Пришло все к тому, что они поняли меня, животные же. Я понял животных. Вы же не забывайте, что уже прошло сколько? 19-20 лет, когда я уже работаю бок о бок с ними. Если вернуться там на 15 лет назад, это была тоже ошибка, куча травм. У меня раны не успевали заживать там какое-то определенное время. И, естественно, вот мои дети теперь, конечно же, этого уже ничего не получат, потому что я их научу всему. А я учился сам на своих ошибках. Понравилась девочка. Начал ухаживать, начал там уделять внимание. Видел я в ней, что с ней хотелось мне именно семью создать. Именно ее видел в качестве своей жены. И она там ерепенилась какое-то определенное время. Цену себе набивала, я не знаю. Но не в моих правилах отступать. И я пытался, добивался. И, как видите, получилось. Вот в одной программе были мои родители. И вот в одном городе у него была одна девушка, в другом другая. В какой-то момент он заметил меня. На что, естественно, я сказала, что не туда. Вперед, до свидания. Вот. Но он убедил меня в своих серьезных намерениях, рассказывая, что я буду его женой обязательно. Вот. Но не поверили мои родители ему. И нам пришлось убежать из цирка просто. Самый родился Игорь, когда. Не знаю, рассказывала она или нет. Но у нас там финансовое положение настолько было тяжелое, что я бегал и думал, как бы ребенка хотя бы накормить. Вот и все. Это мы со временем уже разрастались, востребованными стали и т.д. и т.п. И сейчас, естественно, всего хватает и на все есть. Все. Мы в достатке в полном на сегодняшний день. Но начиналось у нас все очень плохо. И, естественно, мы расписались. И все. Погуляли по парку там, т.д. и т.п. Ну, я реально говорю, у нас не было денег. Обращаться мы никому не обращались. Как бы просить кого-то, унижаться ни в ее, ни в моих правилах. Пережили, выжили и стали на ноги. То есть не было денег, а вы все равно покупали животных? Вот на животных и тратились. Были моменты, когда я с нее все золото снимал, чтобы животных накормить. Из себя тоже. Потом обратно покупал. Это все это самое тяжелое прошлое очень. Но, тем не менее, мы всегда были вместе и всегда поддерживали друг друга. Вот по сей день вместе двое деток живем, работаем. Не знаю, как она говорит, что она говорит, я не послушала родителей и уехала. И за все эти годы ни разу в жизни не пожалела. Вот и все. Далик решил поехать другу помочь, которым я другом не считала. Буквально отработала представление, оделся и поехал. Вот. Ну, как бы, естественно, мы немного поругались, потому что я не считаю этого человека другом. И он доказал, что он не друг после всей этой ситуации. Вот. В три часа ночи он позвонил мне. Сказал, что попал в аварию. Он говорит, я не виноват. Я когда увидел, что у меня там ног нету, что кровь, как льется вся фигня. Я в карман, когда залез, я позвонил, я попрощался. Я там сказал, что если там в чем-то где-то был груб, неправ, ты меня прости. Мы с тобой больше не увидимся никогда. Ну, это самое. Все. И там, я говорю, даже я прошу прощения, что я к тебе звоню, но просто я больше, наверное, мы не поговорим даже. Когда его прикатили на каталке, самое страшное было в глаза посмотреть. Обняла, поцеловала. Говорю, ну, блин, в нашей стране столько паралимпийцев. Но если мы все это сделали, неужели мы не сможем встать, заново научиться ходить? Мы три месяца в больнице. Жили одной мыслью о протезах. Спасибо вообще всем на свете, потому что столько людей писала, звонила. Дело в том, что самое ужасное, что я знала все, что творится в его голове. Я знала, что там ни одной мысли о том, что жить не было. С того дня она больше не отходила. Она там в реанимации, ее не пускали, она сидела, плакала. Там, если вы увидите первое видео, она сама на себя не похожа. Она там вся полностью с запухшими глазами, в слезах вся. И сколько я в больнице лежала, она уезжала на субботу-воскресенье, чисто отработала представление. Даже репетиции все отменяла. Мы 10 лет работали, я вам рассказывала, да. Копили на животных, появлялись деньги, мы покупали еще животных. Мы покупали реквизит, мы покупали клетки, мы покупали фуры, мы покупали машины под животных. Мы не покупали себе ничего. У нас не было ни дома, ни квартиры. Мы жили в цирке. И когда ты 10 лет работаешь на этот аттракцион, и вроде как добились-то неплохих результатов, да, фестиваль выиграл один, другой, все так хорошо. А потом раз, и в одночасье человек остается просто в коляске в инвалидной. И в этой работе, ну это вообще без вариантов на коляске. В один из дней, даже был тогда, что вот она в понедельник утром приехала, должна была в 10 приехать, на час раньше успела на поезд. Приехала в 9, это тоже спасло жизнь. Потому что врачи пошли на планерку, и у меня открылось кровотечение. Я говорю, ой, Муся, я говорю, я улетаю. И все, я теряю сознание. Она там по больнице бегала, подняла всех на уши. Там мне, короче, заново заводили сердце, в общем, такое все. У меня полностью, я все уже, я ушел. И она там навела такую панику. Ну, в общем, как будто бы ее Бог сам послал в 9 утра, чтобы она вернула меня в жизнь и обратно. Я говорила о том, что я всегда рядом. Понимаете? Если надо будет, я зайду с тобой в клетку. Я тебе помогу во всем. Но, блин, он сильный характером мужчина. Он сильный духом. Иногда нам всем надо просто пинка дать. Понимаете, когда потом запашный жив, приехал, и Виталий, когда первый раз увидел, что там с ногами с собой, он заговорил за автаназию. И Эдгар говорит, ты что? Ты будешь бороться или нет? Когда мы потом выписались из больницы, животные были в Брянске. Мы никуда не домой к детям, не в гостиницу. Мы поехали в цирк, и Виталий заезжает на коляске. Боже, что делали ли вы? Они вот так вот по потолку бегали. Каждая хотела, чтобы именно ее он погладил. Он прям в клетку объехал. Нет, стояли вольеры, и вот насколько он мог максимально подъехать. Вот они вот вокруг него кишили. Прямо, знаете, когда рыбок кормишь, да, и вот они вот так все. Так же и тут было. Сейчас я могу сказать, что он намного увереннее стал в себе. И, конечно, вопрос работы. Многие говорят, что сейчас людям нравится больше, как он работает, нежели раньше. Хотя он там раньше бегал по манежу, а сейчас, опять же, это все с опытом. Мы животные, которые привыкли, что с ними работать с маленькой палочкой, а тут он заходит двумя костылями. Они в шоке. Они говорят, ты что? Да ведь, ты что это вообще такое? Они в шоке были, они костылей этих боялись. И мы их приучали к этим костылям. Постепенно, все долго. И, то есть, возможности не было никакой подать команду, кроме как. Лиза пошла, Марта пошла. И вот на этот кивок, взгляд, они стали работать сейчас уже. Я слабаков никогда не любил и не люблю. Я даже с сыном, с одним и с другим ругаюсь, когда они начинают ныть над трудностями. Говорю, я сколько этих трудностей прошел? Говорю, вам не стыдно мне жаловаться? Уроки ему трудно сделать или еще что-то? Когда пятерки, я говорю, получаешь, тебе нравится? Нравится. А когда, говорю, выучить на пятерку, тебе не нравится? Я говорю, я так же самое. Я репетирую для того, чтобы понравиться зрителям. И не надо, я говорю, я нытиков не любил и не буду любить. Поэтому я говорю, еще раз говорю, господи, спасибо, что мне это испытание, а не кому-то из моих. Я, наверное, тяжелее бы перенес, если бы это с кем-то из них было бы. Вот и все. Если хотите жить, то живите и работайте над собой, и все. А если нет, то спокойненько садитесь в коляску, спивайтесь и умирайте. Это не для слабого человека. Я всегда говорю, господи, спасибо тебе, что ты испытание это мне дал, а не жене или брату. Неизвестно, как бы они справились. А я сильный, я справлюсь. Субтитры создавал DimaTorzok